Всех рад приветствовать, дамы и господа! И сегодня мы с вами разберем кресло от компании, итальянской компании Inglisina или Inglésina. К сожалению, я не знаю, как правильно произносится. У нас в России Inglisina ее все называют. И название такое интересное у кресла Copernico. I size, или Copernico. В общем, к сожалению, с итальянским я не дружу. И вот как есть. Название всплывает, прочитайте. Не так давно я делал обзор на кресла от компании Joy. Группа 0.1.2.3. И я говорил там, что редко кто в универсальных группах кресел, которые покрывают с рождения до 12 лет, то есть полностью все группы кресел, редко кто может предоставить такое близко к премиуму качество за адекватный прайс вот в этой категории. К сожалению, не было таких до Joy. И вот теперь, пожалуйста, Inglisina решили нам предоставить тоже такой же интересный вариант. Соответственно, из универсальных кресел. Вначале, пока не забыл, просто вы часто спрашиваете, у меня вес 14,4. Вес самого кресла. Поэтому из машины в машину перекидывать. Ну, такое себе, но не самое легкое. И гарантию производитель дает год. Смотрите, что касается безопасности, сразу вопрос закрываем, друзья. iSize это у нас значит, что доверять ребенка можно. Пройдены все обязательные краш-тесты и требования высокие. Поэтому, если кресло соответствует, все, можно доверять и не париться. И не ждать каких-то адак, тестов, еще чего-то. Это все лишь допом идет. Если iSize, все окей. Так, смотрите, 0,1,2,3 с рождения до 12 лет. И чтобы возить маленького ребеночка, мы начнем с вкладышев, потому что я хочу сразу вам показать. Здесь установлены, вот видите, да, как... Что-то здесь столько всего. Здесь у нас идет в комплекте бутерброд из вкладышей. Вот тут у нас ребеночек, голова, вот тут тельце. И у нас, видите, какая великолепная фиксация ребенка в кресле. Это очень важно, потому что ребенок маленький, он самый хрупкий. Его как можно лучше зафиксировать нужно для безопасной перевозки. И здесь с этим все хорошо. Голова зафиксирована отлично. Бока зафиксированы отлично. Вот положение самого ребенка, вот против хода. И, естественно, здесь нет горизонтального положения. Так никто не делает, так нельзя возить. Вот такое полусидячее положение. И по этой причине вы первые там несколько месяцев не можете ездить там больше, грубо говоря, 40 минут подряд, скажем так, в автомобиле с ребенком новорожденным. Это для него очень нехорошо. Поэтому с перерывами нужно ездить. Так, к этому сейчас вернемся. Давайте вкладыш я выну отсюда, и мы на него с вами посмотрим. Потому что вкладыш тут прям один из таких топовых. И здесь еще идет дополнительный вкладыш. Вот такой вот стандартный вкладыш. То есть мы можем максимально сделать положение более горизонтальное в пояснице у ребенка с помощью этих двух вкладышей. Но, как по мне, и одного здесь достаточно. Вот, вкладыши все здесь дышащие, естественно. Отдельно можно снять верхнюю часть. Отдельно можно снять боковые части. В общем, он полностью разборный. Вот, видите, хотите пошире сделать, но вкладыш оставить, пожалуйста, убирайте только боковые части. Подголовник, вы считаете, что уже тесновато, убирайте, оставляйте только поясницу, чтобы более горизонтально лежал. Поэтому вот этот вкладыш, наверное, один из самых продуманных, который я только видел на рынке. Вот 5 баллов из 5 за вкладыш могу смело. Еще и допом идет. Вот, но здесь написано, что используется с 61 до 75 сантиметров дополнительный вкладыш. Так, что касается, как перевозить ребеночка, ну, естественно, я уже вам показал. Только против хода движения новорожденного мы возим и до 9 месяцев. Раньше мы не пересаживаемся по ходу, потому что ребенок еще не сформирован и нельзя возить лицо вперед раньше, чем 9 месяцев ребенку. А лучше чуть подольше проездите. Пускай ноги упрутся в сиденье, ничего страшного. Чем дольше вы ездите против хода, тем эффективнее при ДТП кресло сработает, если не дай бог, конечно, ДТП будет. Так, собственно, что касается пятиточечных ремней, здесь все классические, мягкие накладочки с специальной поверхностью, чтобы не скользило и меньше травмировало при ДТП плечевую зону. Все нормально. Подголовник, естественно, у нас регулируется в очень большом диапазоне, до 150 сантиметров можно поднимать, дросс ребенка имею в виду, можно очень высоко поднимать подголовник. И ребенок полтора метра сюда спокойно помещается. Оно просторное, что мне понравилось в Англезине. Не так давно я тоже делал обзор на кресло от этого бренда. И ткани, очень хорошие ткани. Кстати, вентилируемый каркас, обратите внимание, вентилируемый каркас и сами ткани приятные, дышащие. И летом очень положительно будет это влиять на комфорт ребенка, что он будет меньше преть в конце концов. Ткани приятно, тактильно. Кстати, стирайте до 30 градусов, чтобы ткань не села и вы обратно спокойно могли ее сюда одеть. Смотрите, что касается комфорта ребенка. По наклону против хода, понятно, мы разобрали. Вот по ходу движения. Смотрим на наклон. Вот, да, в принципе, очень хороший угол, чтобы ребенок спал, голова вперед не висела и нормально себе в дальней дороге себя ребенок чувствовал. Вот так мы полностью можем посадить, грубо говоря, под 90 градусов. Все, с этим разобрались. Здесь пока ребенок маленький и до метра мы пристегиваем его пятиточечными ремнями классическими, а потом они убираются. И мы уже будем пристегивать ребеночка автомобильным ремнем после 100 сантиметров роста. Это будет выглядеть уже очень просто. Как вы себя, взрослый человек, пристегиваете в автомобиль, то же самое будет происходить и в детском кресле. Здесь подголовники есть направляющие, они зеленого цвета. Сейчас пропихну туда ремешок. Да, они зеленого цвета. Просовываем туда ремень и регулируем подголовник таким способом, чтобы от плеча ребенка до подголовника было не больше двух пальцев, а лучше один палец. Я это в каждом видео говорю, чтобы вы не забывали. Потому что родители иногда невнимательно относятся к таким вещам. Очень рекомендую следить за высотой подголовника. Если выше поднимете ремень на горле при ДТП, это капец, короче, как опасно. Поэтому вот такая система крепления ребенка в автомобиле подросшего после метра роста. Если я там не просунул направляющий. Но не суть. Собственно, вот так вот пристегивается у нас с метра до 150 сантиметра роста ребенок в этом кресле. Вот пятиточными до метра роста. Все, с этим разобрались. Само кресло, как вы уже обратили внимание, установлено на базу Isofix. Это база Isofix. Как раз таки это и наше крепление в автомобиле. Мы защелкиваем Isofix. Видим зеленую индикацию на самих креплениях. Упор в пол идет, соответственно, штатно. Выдвигаем его в пол автомобиля. И тем самым мы создаем такую жесткую конструкцию самого кресла. Крепление к автомобилю жестко все становится. И это правильно. Это кресло вы не поставите. Не пристегнете, скажем так, без Isofix. Особенно для маленького ребеночка. Нужен обязательно Isofix. И стандарт Isofix подразумевает обязательно крепление на Isofix. Поэтому, друзья, вот такая вот история. Кстати, очень мягкий и приятный подголовник. Прям вот очень мягкий. Куча наполнителя. Вот. Кстати, еще стоит дополнительная боковая защита при боковом ДТП. Она часть энергии берет удара на себя, рушится и потом уже уходит на каркас. В общем, все самые последние современные технологии по безопасности здесь использованы. И посадка хорошая, и универсальная, и цена адекватная. Учитывая, что вы его берете на миллион лет, поэтому цена нормальная. Вот. Собственно, друзья, все, что хотел вам рассказать об этом кресле, я рассказал. Мне кресло понравилось. Я не любитель универсальных кресел. Вы это наверняка знаете, если другие обзоры смотрели. Но если вы все же хотите универсальное и такого близкого к премиуму, класса, качества, чтобы все вы получали максимум за минимум денег, то обратите внимание на Энглезину и на бренд Джой. У них тоже есть хорошее кресло. Вот они, прям вот эти две модельки, вот в этой ценовой диапазоне, прям вот молодцы. Прям очень хорошо получилось. И у этого бренда, и у того. Поэтому можете приехать в магазин Мир Автокресел, у нас много их по России, посадить ребеночка, убедиться, что кресло реально толковое. Вот. Ну и делать свой выбор, соответственно. А я лишь хочу пожелать вам сделать грамотный выбор и удачи на дорогах. Всем пока.